Всем привет, друзья! Геймхант в эфире, и это 53-й выпуск Охоты выходные. Как обычно, давайте не будем медлить и перейдём сразу к делу, и посмотрим, что же пришло к этому выпуску. Кругом акции, распродажи. Я хочу поскорее отснять для вас это видео и бежать отовариваться дальше. Так что, поехали! Хотя, быстрее, наверное, отснять не получится. Снимаю я видео уже второй раз. Первый я снял почти до половины, и потом заметил, что забыл включить микрофон. Не знаю, что у меня за проблемы в последнее время. То на стриме забуду микрофон включить, то теперь уже в Охоте. Ну да ладно, давайте начнём, посмотрим. И фраза, к этому выпуску пришло не так много, стала уже традиционной. Хорошо, что я не стал снимать на той неделе, подождал, дозабрал свои заказы и сел снимать именно сейчас. Пришло довольно много, но проблема в другом. Пришло слишком разнообразно, я не знаю, с чего начать показывать. Ну, давайте, наверное, начнём вот с этого. Более-менее по порядочку. Начнём вот с этих наушников для Xbox One. Купил я их в магазине РБТ, как и многие из моих подписчиков, участников группы. Скидывали, что, не знаю, назвать акцией или глюком. В общем, ситуация была такая. Они отдельно стоили 3 тысячи, там, или 3,5, что-то такое. И отдельно была игра Rise, которая стоила 1,5. Но в разделе аксессуаров был бандл типа игра Rise с этими наушниками всего за 999 рублей. Не знаю, как так, может, они приглядели или что-то такое. Естественно, я заказал, РБТ в моём городе есть, и поехал забирать. Но проблема в том, что они не нашли диск. Они думали, что диск лежит внутри, точнее, не диск, а как делать Xbox. Картонку ложат. Картонки, естественно, не оказалось, и они предложили вариант либо отказаться от заказа, либо забрать. Так, ну, естественно, я решил забрать. Всё-таки они стоят 3 тысячи, а так всего за тысячу. Жаль, конечно, что они проводные, потому что сонки, голды, беспроводные, это очень круто. Здесь же с проводом. Ну, ладно. Давайте, наверное, поставим кое-нибудь вот сюда. Да, нормально. Давайте перейдём к следующему. Я думаю, многие видели этот стрим. Я решил пытаться делать какие-то лайв-стримы, когда я что-то делаю. Но в данном случае я делал комнату для стриминга, улучшал её. И клеил я вот эти вот панели акустические во время стрима. Клеил я их на двухсторонний скотч. Покупал довольно дорогой, но не проканало. У меня стоит сверх кондиционер, и, скорее всего, просто клей либо засох, ну, именно скотч, либо просто их сдул, и они отклеились. Вообще я плюнул и приклеил на горячий клей прям к обоим, к стене. Зато улучшился качество звука, я думаю, многие это заметили на стриме. Теперь нету эхо, от стены голос мой не отражается, и не возвращается обратно микрофон. Купил я их за 800 рублей, их было в комплекте 8 штук. То есть, ну, одна панель 100 рублей. Это довольно дёшево, потому что в магазинах точно такие же китайские панели стоят, но существенно дороже, может быть, комплект стоил бы 3000, не знаю. Также я заказал с Алиэкспресса вот такой вот пантограф, и в подарок мне положили поп-фильтр. Тоже обошлось в районе 1000 рублей. Скажу честно, довольно качественный пантограф какой-то фирмы Нивер, Ливер, или что такое, я не знаю. Но хороший, не совсем уж галимый Китай, более-менее. Если кому интересно, я, наверное, оставлю ссылочку в описании, а если я забуду это сделать, напишите мне в личку, я скину вам, откуда я заказывал, откуда точно пришло. Привез мне их курьер, передал прямо вам в руки. Причём с бесплатной доставкой. То есть, качество на высоте, и доставка тоже. Не знаю, куда положить, ну, давайте вот так что-нибудь делаем. Как обычно, у меня начинается проблема в этой комнате, куда всё положить. Вот так вот. Так, продолжим. Давайте, наверное, перейдём к дискам, посмотрим, что ко мне пришло из дисков. Начнём мы, наверное, вот с этой игры. Это Ryzen 2 на третью Соньку. Пришёл он ко мне от Алика Сайфулина. Я думаю, многие его знают. Я частенько называю это имя. Присылал он мне его на халяву. В последнее время он начал закидывать на стенку какую-нибудь игру, и писать, ну, кто первый успел, того и тапки. И отправлять на халяву. Единственное, только оплатил ему почту. Спасибо тебе, Алик, большое. Как всегда, порадовал. В прошлый раз я пока у меня приходил Ryzen на Xbox, теперь на третью Соньку. Диск запечатанный. И также он мне докинул игры для ПК. Но я не собираю игры для ПК. Я думаю, Алик не обидится, если я кому-то отправлю их также на халяву. Так что, ребятки, если кому-то будет интересно, пишите. Пришлю вам бесплатно. Ну, возьму только за почту. Первая игра это Master Li. Я не знаю, что это такое. Какой-то файтинг. Ну, судя по тому, что сзади много персонажей. Ну, скорее всего. Все диски лицензионные, но ПК я не собираю. Снайпер московской миссии. Операция в Ливии. И вот это довольно крутая игрушка. Дисперада 3. Мне очень нравился Дисперада. Наравне с Командос. Я с тобой с ним играл. Но, повторюсь, я на ПК не собираю. Если мне нужно будет поиграть в Диспераду, я ее куплю в Стиме. Так что, ребят, если кому нужны эти четыре диска, напишите мне в личку. Я вам отправлю. Так. Давайте, ну, не знаю, начнем складывать за мной уже. Следующие игры, которые пришли ко мне по распродаже, это игры на четвертую Сонику. На Xbox я пока не стал брать. Посмотрим, может быть, возьму. Но пока только на Сонику. Начнем, наверное, вот с этой игры. Это Mass Effect Andromeda. Взял я его из Trade-in'а в магазине 1S Interest. Гулял, случайно зашел и видел эту игру за 1650 рублей. Естественно, она в отличном состоянии. Все в идеале, все в комплекте. Я слышал отзывы о ней, то, что она не очень. И решил, что, наверное, тратить полную стоимость не стоит. И забрал ее просто по Trade-in'у за 1600 рублей. Пока еще не играл. Вот такой вот диск. Следующая игра. Про нее тоже говорят, что она очень-не очень. В нее я поиграл. Решил ее купить, попробовать сам. Не верить в отзывы. Ну, наверное, зря. Люди не врали. Следующая игра это No Man's Sky. Но это просто трэш. Это реально трэшовая игра. Ладно, я ее купил в распродаже. Не покупал в полную стоимость. Купил я ее за 1090 рублей. Я в нее попробовал поиграть. Ну, я не знаю. Может, стоило посидеть подольше. Может быть, она более-менее зашла. Но так я скажу, что это... Ничего я не скажу. Ладно. Следующая игра. Следующая игра это Titanfall 2. И Knack. Купил я их, естественно, в распродаже. Они обошлись мне 500-600 рублей за каждый. Titanfall, ну, купил, потому что свежая игра. А Knack, потому что у меня его нету. И он новый, запечатанный, естественно. И на вид его продают за ту же стоимость, за 500 рублей. Почему бы не взять тогда его в магазине за 500 рублей? Решил забрать. Не знаю, может, буду играть, может, нет. Я с удовольствием его хотел посмотреть, поиграть, когда вышла Сонька. Но получилось получить этот диск только сейчас. Не знаю, посмотрим. Следующая игра. Следующая игра. Меня тоже просили купить этот диск обязательно. Давай, бери быстрее. Не важно, что у меня есть на Xbox эта игра. Я рассказывал, что мне эта игра досталась на халяву на старте. Практически на старте. Пришлось покупать на Соньку, так как была акция. Это Battlefield 1. Купил я его за 1100 рублей, 1149. Тоже по акции, всякие промокоды, прочее, прочее, прочее. Поиграл. Да, прикольно, красиво. Но все-таки я не любитель таких прям вот совсем мясных шутеров, когда ты просто бежишь и стреляешь во всех. Как-то та же Радуга мне нравится больше, потому что там есть тактика, там надо думать и играть в кооперативе с друзьями. Сообща. Здесь же ты просто бежишь и стреляешь. Ну, посмотрим, возможно, как-нибудь соберемся толпой, группой, поиграем в эту игрушку по сетке. Посмотрим. Следующая игра. Я купил тоже ее по акциям. Правда, через недельку она стала стоить дешевле, но забрал я ее за 3000 рублей. Это Resident Evil 7. Забрал я ее не зря. Я очень доволен игрой. Она мне очень понравилась. Я ее прошел на стриме. Недавно совсем закончил. Очень красивая графика, очень круто. Конечно, это не совсем Resident. А то они ушли в сторону, но игра от этого не менее крутая. Она просто немного другая. Не как остальные Resident. Мне очень понравился. И всем советую, кто еще не играл. Просили все показать. Это диск. Вот такой диск. Ничего здесь нету, только чек. Потому что на стрим постоянно. Покажи коробку, покажи коробку. Люди думали, что она только для VR. Нет, ребятки. Вот здесь написано поддерживается. То есть можно играть без VR, можно играть VR. Другого издания никакого нет. То есть какой-то отдельно для VR, отдельно без VR. Оно вот такое. Так что берите и не переживайте. Следующие игры забрал я совсем недавно. Обожди, ну в среднем 800 рублей. 700, 800, 900. Это вот такие вот три игры. Это The Elder Scrolls Online. Решил забрать. Я вообще любитель свитков. С удовольствием в них играл. С удовольствием поиграю. И это еще голд издания со всеми дополнениями. И забрать его за 1000, за 999 рублей, если не ошибаюсь. Ну просто грех. Игра очень крутая. Я жду, когда мои друзья тоже заберут. И мы сядем вместе играть и проходить ее. Всем советую. Следующая игра это The World Blood Wolfenstein. Первый Wolfenstein мне тоже понравился, если я не ошибаюсь. Ну не первый, а который был New Order. Я его купил на барахолке еще до того, как мне появился 4-й Сонька. Если не ошибаюсь, я приобрел его за 50 рублей. В каком-то выпуске охоты я об этом показывал. И вот спустя сколько? Ну три года, наверное, я купил. Нет, спустя два года я купил World Boot. Тоже, наверное, с удовольствием поиграю, потому что эта игра мне понравилась. Такой диск. И следующая игра это Torment. Стоила она тоже 3500, но по акции стоила 1000. Или что-то такое. Вроде 1000, да. Решил забрать ее, потому что игра вроде бы прикольная. Она сделана в духе старых игр. Не знаю, как я буду в нее играть на Соньке, потому что под нее, скорее всего, нужна мышка. Но на Соньке у нее есть карты мира и сидит с аутреком. Такой увеситый бокс. Видно, что там что-то лежит. Решил забрать. Ну посмотрим. Не знаю, как на геймпаде буду. Так, давайте перейдем дальше. Еще есть игры. Следующая игра. Тоже на четвертую Соньку. Забрал я ее совсем недавно, пару часов назад. Это Lords of Fallen. Я играл в нее, если не ошибаюсь. Она была то ли демкой, то ли бесплатной. Она мне, может быть, не особо понравилась. Но этот диск стоил 599 рублей в Эльдорадо. И внутри тоже есть CD с саундтреком. Тоже по весу это чувствуется. Это ограниченное издание. Поэтому, ребятки, шерстители Эльдорадо, они пока есть. Я только что, говорю, забрал. Так что вы можете тоже себе купить. В принципе, игрушка неплохая, но... Ну и 599 цена для нее тоже неплохая. Поэтому стоит. Так, давайте положим сверху. Следующая игра. А вот со следующей игрой у меня были проблемы. Это вот такой Star Ocean в Steelbook. Приобрел я его с Азона за полторы тысячи рублей. И покупал я его второй раз. Первый раз я заказал, когда все его заказали. Мне его почему-то не доставили. Точнее, я посмотрел заказ по все какое-то время. Написано аннулированное. Я звоню уточнить, почему аннулировали. И говорят, типа, вы не приехали. Не забрали. Хотя смс-ки не было. Обычно пишут, что вас ожидает. А в этот раз приходил, что ожидается доставка в такой-то день. Но подтверждения, что пришло и меня ждет, не было. Пришлось подождать какое-то время. Спустя, наверное, месяцок. Она опять стала по акции. Я уже забрал и уже точно оследил этот диск. И приехал и забрал его. Steelbook за полторы тысячи рублей. Это очень круто. Ну и следующее. Это уже не совсем игра. Это предзаказ Destiny 2. Вообще, сам Destiny 1 мне не очень зашел. Не знаю, может, тоже мало поиграл я. Но решил взять предзаказ второго Destiny. Только из-за того, что здесь есть фигурка. В коллекции вот такое издание. Издание предзаказа. Есть за 499 рублей. Есть за 999 рублей. С фигуркой. Пока не открывал. Ну, я думаю, все-таки я его открою. Потому что скидка тысяч рублей на игру, наверное, мне пригодится. Я достану оттуда код и заберу игру. Так. Давайте перейдем дальше. Посмотрим, что ко мне еще пришло. Наверное, перейдем к тому, что пришло с барахолки. Вообще, я на барахолке не был уже довольно давно. Потому что она находится в лесу, я не раз говорил. И в будни все время шпарит солнце. В выходные льет дождь. А вместить грязь в лесу не очень охота. Но в этот раз было тепло. Я поехал и посмотрел, что там продают. И нашел пару устройств. Ну, первое, это вот такой задрипанный, не знаю, что тут были наклейки. Тут что-то разрисовали маркером. Gameboy Advance SP. За 100 рублей. Продавец сказал, что он работает. Ну, хотя хрен знает. Но не суть. Мне нужен был от него только дисплей. У меня много Gameboy Advance SP, но без дисплеев. Они рабочие, но без дисплеев. Потому что их снимают и ставят обычный Advance, в котором нет подсветки. Чтобы было удобнее играть. Скажем так, моддинг. Ну, это называется моддинг, да. В данном случае это тоже моддинг. Меняют дисплеи. И потом пустые Gameboy Advance SP продают. Я вроде проверил дисплей. Вроде целый, не битый, не царапанный. На просвет все нормально. Не знаю. На днях, наверное, перекину дисплей. Так что, в принципе, корпус. Мне не важно в каком состоянии. Ну, и следующее, что я даже не сразу увидел, что увидел мой товарищ. Хотя он в этом тоже не сильно разбирается. Я тоже в этом не сильно разбирался. Потому что раньше я это не встречал. Это вот такой вот микрофон. Для Gamecube. За 100 рублей. Я не знаю, откуда он на барахолке. Потому что человек, который продавал его, видимо, вообще не знает, что такое Gamecube. Просто, ой, микрофон, ладно, продан за сотку. Я не знаю, в что я буду в него играть. В что я буду петь. Потому что у меня нету игр. Поддерживающий микрофон. Но за 100 рублей, я думаю, стоит забрать. Я посмотрел eBay. Они стоят в районе 500 тысяч рублей. А тут за 100. Ладно. Пусть будет приклеиться такой. Вообще первый раз встречается. Ладно, закинем сюда. Следующее. Следующее, наверное, уже отойдем маленько от темы. Наверное, покажу я вам вот это. Пришло мне... От подписчика. Пришли мне вот такие вот журналы по обменам. Мы поменялись. От Пятенко. Это Микки Маус. Вообще, я время от времени собираю комиксы именно Микки Мауса. Правда, не ищу их специально. Если попадается, забираю. Эти довольно старые. Если я не ошибаюсь, таких у меня нету. Так у меня в районе 150, наверное, комиксов. Именно Микки Мауса. Второй за февраль 93-го. Девятый за 94-й год. Это что за какой год? Что-то я не вижу. Нигде не написано. Ладно, хрен с ним. И вот такой вот черепашки-ниндзя без обложки. Но, в принципе, мне это не нужен. Мне нужны были только Микки Маусы. Довольно круто пополнить коллекцию журналов. Правда, поменялся я на диске. Ну да ладно. Не знаю, куда. Давайте здесь положим. И еще один момент. Я за что сильно извиняюсь. Это перед моим товарищем Женей. Я как-то забыл показать. Случайно закинул и забыл про этот пакет. Они мне подогнали тоже комиксы. Они довольно редкие. Они выпускались в Уфе. На Уфимском издательстве. Тут целые пачки. И они стоят нормальных денег, в принципе, у коллекционеров. Я просто серьезно положил и забыл про этот пакет. А тут пришли журналы Микки Мауса. Я про него вспомнил. Давайте посмотрим. Это журналы Муха. Я думаю, многим они были интересны в те времена. У многих они были. Многие читали. И вы сейчас поностальгируете. У меня их в детстве не было. Такой вот журнальчик. Такой. Я уж не буду читать, называть за какой год. Что это. Хотя можно, в принципе, номера. 14, 15, 19, 9, 16, 12. 17, 13, 10, 11. Без обложки, она так понимает, четвертый, что ли. Здесь уже забыли написать, какой он. Но их много разных. Они разных размеров. Из разной бумаги сделаны. Вот такой уже здоровый пошел. Муха-детективы. И вот такой вот здоровый журнал. Я думаю, многие вспомнят. Ребят, у кого были такие журналы, обязательно ставьте лайки. Оставайте комментарии. То, что у вас они были. Вы их любили. А тебе, Женя, спасибо огромное за такой подгон. И еще раз сорян, что забыл в тот раз показать в прошлом выпуске «Охоты». Но лучше поздно, чем никогда. Правильно? Так, пока его давайте, наверное, положим вот сюда. Так, давайте перейдем дальше. Посмотрим, что же пришло еще. Это еще не конец. Так, следующее тоже. Это околоигровая тематика. Это уже новые Happy Meal'ы в Макдональдсе. Когда выходят эти фигурки, я их прихожу, собираю, покупаю. Пока я собрал две. Это такой прозрачный, светящийся Марио. И кубики. Стоят они всего 80 рублей. А в коллекции их приятно иметь. И, кстати, их довольно быстро стали разбирать. Я не знаю, наверное, многие инстальгируют. Либо многие просто стоят в GameHunt и тоже на волне со всеми покупают. Довольно прикольно. Не знаю, на свету, наверное, не особо будет видно. Но он весь мерцает. Переливается. RGB-подсветка в нем встроена. Вот такой вот. Вообще, сейчас новых 8 фигурок. Но у нас почему-то в городе пока две. Вот такой вот. Ладно, не суть. Давайте положим вот сюда. Следующее. Следующее я нашел в Уфе, на Авито. Ну, точнее, не на Авито, а у своего знакомого, который выкладывал это на Авито. Я попросил оставить это для меня. Довольно прикольные девайсы. Первое. Это взложчик отдыха для первой Соньки. Я показывал, у меня есть примерно такой же. Тоже камуфляжный, есть серый, но здесь уже в коробке. И, судя по всему, он прям новенький. Его не использовали, потому что он весь прям такой в отличном состоянии. Даже все пломбы, все сохранилось. Хотя пломбы китайские, которые отвалятся через полдня. Такой взломщик кодов. И еще один девайс для первой Соньки. Это видео-сиди-карта. Раньше первой Соньки не умели читать видео-сиди-диски. И для них нужна была вот такая вот байда. Это модуль, он подключается сзади. И он дает возможность смотреть видео-диски. Судя по всему, он тоже новенький. Прям весь блестит в отличном состоянии. И, естественно, документы. И была заглушка для порта, которых у меня не хватает. Так что, отличная покупка. Купил я это все за полторы тысячи рублей. Но такое не часто встречается. Поэтому я решил забрать. Да, к тому же это в коробках. Так, положим вот сюда. Следующее. Следующее пришло тоже из группы. От Романа Дешкина. Он начал распродавать свою коллекцию, я так понимаю. Я решил забрать у него пару девайсов. Это Nintendo Game Boy Pocket. Вот такой вот Pocket у меня еще не было. Приятно иметь его в коллекции. Серьезно, такой маленький. Он размером даже, наверное, меньше, чем Color. Вот такой вот Pocket. И вот такой вот Nintendo DS Lite. В полном комплекте. Все в отличном состоянии. Как он сказал, вообще им не пользуюсь. Он с магазина. Ну, не знаю. Все в полном комплекте. Документы, все остальное. Ну, давайте я вам достану, покажу его. Вот такой вот DS Lite. Ну, немного поляпанный, но внешне он в отличном состоянии. И в комплекте лежал флеш-картридж R4. Купил я у него все это за 3000 рублей. В принципе, это довольно дешево. У одного человека, у проверенного, у которого точно знаю, что он отправит. И все точно в хорошем состоянии. Так что, ребятки, кто хочет у него купить, не переживайте. Советы можете покупать. Вообще, я хотел показать. У меня есть DS Lite. Я как-то покупал его. Но у меня американский он. Единственное, у них нету региона Лока. Так что, вообще пофиг американского или европейского. Но у них очень-очень разные коробки. То есть, у этого толще и больше. Болще, толще и больше. Не знаю, с чем это связано. Наверное, только из-за того, что зарядка тут другая. Но все равно. Но он у меня, к сожалению, не в полном комплекте. Только коробка, зарядка и документы. А этот пришел в полном комплекте. Это я, естественно, оставлю у себя. Так. Ну и следующее. Давайте перейдем к самому интересному. К последнему. Что ко мне пришло. Я думаю, многие видели это видео. Я снимал его отдельно. Уф. Это вот такая вот Сонька. Слимка. За 845 рублей. Но я, наверное, сейчас особо рассказывать не буду. Кому интересно, посмотрите. Я куда-нибудь, может быть, прикреплю. Или оставлю ссылку на другое видео, где я рассказал про эту Соньку. Она у меня стоит запечатанная. В полном комплекте, естественно. Ну, раз я ее не скрывал. И еще диск один. Вот такой вот диск. Но у меня есть уже эта игра. Я ее тоже покупал. Теперь у меня их две. Ну, без нее я бы не смог за такую цену купить эту слимку. Так что давайте закинем тоже куда-нибудь сюда. И да, ребятки, я знаю то, что там многие просили. Давай, разыграй ее. Давай, там, подари еще что-то. Нет, ребятки, без обид. Но это слишком круто, чтобы разыгрывать на 5000 подписчиков. У меня... Я уже до нее придумал, что я разыграю для вас. Я думаю, вам тоже понравятся. Они не менее интересные призы. Призы. Их будет несколько. А на это у меня есть планы. Либо я ее оставлю у себя. Но я что-то так подумал. Держать актуальную приставку закрытой, запечатанной. Причем это не какая-то коллекционка. Наверное, нет смысла. Либо я ее скину. Либо разменяю на вжух. Я очень хочу Nintendo Switch. Так называемый вжух. Либо подарю. Ну, посмотрим. Пока не знаю. Поэтому про нее не спрашивайте. Если бы у меня их было две, допустим, естественно, я бы спокойно разыграл. Но мне выдали одну. Что-то уж слишком нагло. Да, наверное, две. Так. Ну и продолжим по поводу того, что у меня 5000 подписчиков. Наконец-то. Я, естественно, этому несказанно рад. Правда, было это, наверное, две недели назад. Сейчас уже маленькой страсти поутихли. Но подписчики добавляются. Это не может не радовать. В группу вступило тысячу новых человек за два дня. Это тоже очень круто. И, естественно, для вас надо провести конкурс. Как обычно, конкурс будет простой. От вас ничего, в принципе, не потребуется. Только стоять в группе. Сделать из группы репост вот этого видео. Я его закреплю в шапке. Обязательно будет подписан на канал, естественно. И дождаться розыгрыша. По поводу розыгрыша, как это будет проводиться, я пока не уверен. Есть два варианта. Как обычно, просто записать видео. Либо сделать это в режиме лайв, в режиме стрима. Потому что стриминг мне очень зашел. Я каждый день стримлю. И второе, я не знаю дату. Либо сделать 1 сентября, либо сделать 2 сентября. 1 сентября в Уфе, у нас в Башкирии, выходной. Не знаю, в других городах нет, естественно. Ну, не во всех городах. Либо сделать его в пятницу 1 сентября, либо сделать в субботу. Ну, я заранее, скорее всего, объявлю прям под этим видео, что та-да-та-та-да-та, так-то-так-то будет. И давайте я покажу, что я для вас подготовил, что я для вас разыграю. Ну, первое, наверное, это будет вот эта DS Lite. Я ее показал. Она мне не нужна, раз у меня прошла другая. И отдам я вам вот этот вот флеш-катридж. Так что, я думаю, более-менее нормально будет приз. Ну, вон, не один, как я сказал, будут призы. Следующие призы, я думаю, будут вот эти. Раз уж Nintendo, так Nintendo. Отдам два диска. Они... Один запечатанный, один нет. Я их показывал тоже. Будем топить за Nintendo. Это будет второй приз. И еще один приз. Я тоже его показывал, ко мне приходил. У меня, конечно, ее не останется. В коллекции больше такой не будет, потому что я подарю ее вам. Ну, да ладно. Это Nintendo 3DS. Она американка, но уже имеет регион-лог. В комплекте я отдам тоже флеш-катридж. Она новая, не пользована, но я ее распечатал. Я рассказывал про нее, я покупал ее у человека вообще ночью. В 3 часа ночи, или в 2 ночи. И пришлось ее распечатать, чтобы посмотреть, что там не кирпич лежит. Так она вообще абсолютно новенькая. Ну, в принципе, я думаю, нормально. Призы для 5000 подписчиков. Все-таки не 50 тысяч подписчиков. Их несколько призов. То есть, раз, два и три. И пусть будет Nintendo. Nintendo у нас мало у кого есть. Мало кто в них играет. Поэтому будем рекламить Nintendo. Ну, я думаю, вы поняли, да, как будет конкурс. Опять же, просто сделать репост. Будет участником группы. Естественно, будет подписан на канал. И дождаться розыгрыша. Давайте, ребятки, желаю в этот раз вам еще больше удачи. В этот раз будет больше победителей. Потому что обычно был один приз, в этот раз три приза. Так что счастливых людей будет больше. По поводу отправки, как обычно. Если участник, победивший, выигрывший приз будет из России. Доставку я беру на себя. Если победитель будет из-за рубежа, из СНГ или еще откуда-то. Доставку он берет на себя. То есть, я доставку за рубеж не буду оплачивать. Так что, вот так вот. Ну, думаю, это честно. Все-таки я призы отдаю на халяву. И платить за доставку стоимость приза. Или сколько там выйдет, я не знаю. Не вижу смысла. Ну, все, ребят, на этом закончим. Я уже заболтался. Довольно много, в принципе, пришло. Я думаю, вам понравилось это видео. Обязательно подписывайтесь на канал. Оставляйте комментарии. Ставьте лайки, дизлайки. Что хотите, ставьте. Чтобы я видел вашу активность. Вступайте в группу. Там постоянно обсуждения, акции и прочее. Естественно, там будет конкурс. Вам нужно будет репост сделать из группы. Ну, на этом все. Надолго не прощаемся. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok